Итак, добрый день гостям и подписчикам моего канала. Сегодня вы находитесь в моей мастерской. Сегодня мы поговорим, как легко и просто сделать из старой обычной мормышки капли или там мормышка-дробинка, сделать очень привлекательную безмотылку, как бы обновить ее, и чтобы она стала очень уловистой. То есть я покажу, все это могут делать по-разному. Поэтому я вам элементарный примет покажу, как делаю я, и тут можно проявить фантазию и делать все, что угодно. Давайте начнем. Вот, посмотрите, моя мастерская, мормышки, краски, всевозможные ничи, латунные проволоки разных диаметров, люрекс, надфили маленькие. Полностью вот у меня домашняя мастерская. Видите, вот такая вот деревяшка. Давайте начнем, и я вам все объясню. Так, чем больше у нас мормышка, конечно, я бы взял какую-нибудь огромную, и было бы намного что-то проще сделать. Чем она меньше, тем, соответственно, работа у нас будет тяжелее. Вот, посмотрите, за 5 секунд. Вот, например, вот я немножко сделал готовая безмотылка. Сейчас я покажу, как я их делаю. Для начала, я вот посмотрите, вот это обычная мормышка, дробинка. У меня вот есть, вы наверняка знаете, есть всевозможные, как бы, автоемали, карандаши. Я их вот использую, люблю использовать вот эти автоемали, потому что ими достаточно легко красить, как бы, но они быстро засыхают. И лак у меня закончился, как бы, вместо лака можно использовать клей, чтобы быстро не облазило все. И сейчас я вам покажу, достаточно просто. Далее, что мы делаем? Мы берем нашу дробинку, чтобы сделать ее привлекательной и безмотылку сделать хорошую. Мы здесь продеваем леску. Леску я продеваю для чего? Для того, чтобы при покраске, при покраске нашей мормышки, то есть там краска может закрыть вот это отверстие, будет проблемно. Смотрите, у меня есть обычные вот эти лаки. Они достаточно простые, достаточно удобные, с кисточкой. Могут любой цвет, я смотреть, покрашу. Они очень хорошо сидят, сверху, я говорю, сверху можно установить, как бы, прокрасить или лаком, или обычным клеем. У меня клей тоже с кисточкой. Вот, смотрите, вот здесь еще забыли. Прокрашиваем. И вешаем вот с края. У меня два гвоздика. И вешаем, чтобы подсохла наша, как бы, мормышка, дробинка. Так, параллельно, я вам покажу, еще параллельно буду делать, если нету даже у вас, как бы, обычных мормышек. То есть это достаточно такой. Я еще, я встречал такие еще, чуть не в Советском Союзе у меня оставались. Тоже многие так делали. Был несколько сразу способов. Вот у меня всевозможных много крючков. Я для примера вам покажу. Берем любой. И как бы аккуратно вот так вот загибаем. Вот так загибаем цевьё. Примерно вот так загнули мы. Примерно. Там уж можете проявить фантазию. Вот такие вот дробинки. И здесь мы тоже вот так вот берем. Вот, зажали мы. Ну вот, сейчас покажу. Чуть-чуть можно здесь вот так вот. Подогнуть. Ну все. Примерно, я говорю. Вот, получилась та же самая, грубо говоря, вот так вот. Тоже мормышка. Я вам примерно покажу. Лаки, они не сильно пахнут. Вот эти, быстро выветриваются. Здесь вот мы красим её в зеленый цвет. То есть вот так вот покрасили. Покрасили в зеленый. Тоже на просушку кидаем. Вот, смотрите, обратите внимание, мы сделали одну красную, а одну зеленую. И сразу вот у меня есть аккуратно вот белая вот эта вот краска. Лишняя мы. Лишнюю краску убираем. И делаем просто вот так аккуратненько, хаотично, в некоторых местах вот такие вот точки. Немножко вот так раз, раз, раз. И все. Оставляем это все сохнуть. Все. Пускай это высохнет. И дальше мы продолжим. Итак, ну мы подождали, пока подсохнет, как бы, вот у меня еще есть, подождали, пока подсохнет краска, как бы, и работаем дальше. Здесь мы вытаскиваем нашу леску, чтобы было удобно, все, краской как бы уже подсохла. Вот наша уже такая мормышка, уже красного цвета, с белыми точками. И здесь мы что делаем? Здесь очень просто. Нам понадобится элементарно такая вот проволока. На самом деле не торопитесь. Зажали. И вот так, смотрите, накручиваем нашу нить. Лишнее отрезаем. Вот, получилась вот такая у нас, как безмотылочка. Далее, что мы делаем? Здесь вот надели один бисер. И самое главное, здесь можно, вот есть нитка обычная, нитка. Можно взять, вот у меня есть люрекс, вот такой вот. Берем вот такой вот люрекс, сразу делаем петлю. Вот мы делаем, видели, сделали петельку. Лишнее отрезать. Вот так вот. А здесь слегка промазать клеем. И вот у нас получилась вот такая вот, вот такая вот безмотылочка у нас получилась. Ну, а как бы на сегодня все. Как бы если сделать не торопясь и более аккуратно, я думаю, у вас получится намного лучше, чем у меня. Я вам показал, как это все можно сделать, как это делаю я. Как бы с краской, со всеми делами. Как бы кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.